Привет, красотка! И я заранее официально хочу предупредить, что это видео, этот влог будет самым мимимишным в истории моего канала. Дело в том, что этот влог я посвящаю первому дню рождения моей дочери. Завтра Еле будет год. 21 мая, сегодня 20 мая. Почему этот влог я начинаю вообще с вечера? Потому что с вечера я буду вместе с вами готовить торт. Ее на день рождения, собственно. И вообще, если честно, начнем с того, что изначально я хотела просто снять Еле фильм на год. Ну, чтобы осталось ей на память, например, лет 15-20, я не знаю, до хоть когда она могла пересмотреть. И это была просто чисто наша история. Потом я решила сделать коротенький ролик из ее роликов за этот год. Под такую сентиментальную музычку, знаете. А потом я подумала, почему бы не сделать это вообще влогом. Я представляла себе этот вечер задолго до. И я хотела во время приготовления торта вспоминать и попытаться прочувствовать заново те эмоции, которые были у меня год назад. Не появите меня неправильно как-то? Наверное, мне просто-напросто хочется погрузиться в этот день еще раз и попытаться вспомнить, рассказать, может быть, даже что-то интересное вам. Какие-то особенности, как у нас все происходило. Ну, вы знаете, у меня есть отдельное видео про роды. Вы знаете все подробности фактически. Роды у меня начались как раз-таки вечером 20-го. И они у меня были продолжительными. Дольше всего, конечно, длился первый этап схваток. И начался он, собственно, с отхождения. Вот в 11 вечера. Давайте я вам покажу, что вообще происходит у меня на столе. Кстати, видите, я уже с кудряшками. Уже подготовка началась вечером, потому что завтра на это время точно не будет. А укладка держится замечательно 3 дня. Поэтому я так сэкономила время. Посмотрите, просто посмотрите, какой красавец. Я только что поняла, что этот торт не просто веганский, но он еще и сыроедческий, потому что он без выпекания. Я просто в него влюбилась, когда только увидела в список чашка орехов пекан. Девочки, пол чашки мягких фиников мэджол. Это просто что за рецепт чисто для меня. Получится что-то наподобие чизкейка. И роль вот этой вот творожной массы будет выполнять кешью, представляете? Оказывается, в таких тортах кешью как нечто лучше справляется с задачей создать вот этот вот творожный муссовый слой. И рецепт, на самом деле, очень простой. Почти все нужно просто взбивать, смешивать. Если вы вдруг захотите его приготовить, то, пожалуйста, вот делайте скрин. Я не буду все подробности рассказывать, потому что здесь все хорошо объяснено. Кстати, покажу вам. Недавно пришла доставка. Денис заказал цветы для Евы. Вы посмотрите, какая красота. Это кустовая роза. Один из самых просто красивых букетов, наверное, в моей жизни. Точнее, это не для меня, это для Евы. Если честно, я впервые смешиваю настолько густую массу. Я вообще не уверена, что это хорошо взобьется. Сейчас будет очень громко. Это наш бисквит. Возвращаясь к родам, если вспомнить самое-самое яркое и запоминающееся событие, мне кажется, когда пройдет время, пройдут годы, и я уже основное забуду, то вот этот момент я не забуду, мне кажется, никогда. Это было время уже потуг. Оказывается, правильно, потуги, а не потуги. То есть это уже вторая часть родов, когда схватки позади. Так вот, во время потуг, когда было, ну, максимально, как это сказать, ярко по эмоциям, я не очень люблю в отношении родов использовать слово «больно». Помню, когда была на одной из консультаций у своей доллы, она заменяла это слово на наречие «ярко». Так что в максимально яркий период родов я стояла на кресле. Получается, было такое кресло, на котором ты можешь и лежа рожать, если тебе хочется лежа. Но это редко, на самом деле, кому хочется. Чаще всего хочется передохнуть лежа, а родить все-таки хочется стоя, но часто это не разрешают или там начинают запугивать чем-нибудь. Но наиболее естественная поза для родов это все-таки вертикальная. Либо она на корточках, либо она как-то опираясь на стул, либо на коленях. Так вот, значит, я стояла, опираясь на это кресло, и слева был Денис. Он мне смотрел в глаза, там, дул на лицо, поддерживал. Правда, я его уже не слышала, потому что это был прям самый такой накаленный момент. И я поднимаю голову и вижу там на часах полчетвертого, 15.30. И вот как раз зафиксировали рождение Евы 15.34. Вот я смотрю на часы, понимаю, что просто даже мне писать словами, вот серьезно, нет слов. Просто настолько эти эмоции такие, настолько ты полностью отдаешься процессу, настолько ты находишься в настоящем. Роды это как ничто другое нахождение в моменте, нахождение в здесь и сейчас, потому что иначе не получается. Все вообще в твоем организме направляет на то, чтобы ты находился здесь и сейчас. И, кстати, если вы до родов, например, не практикуете это, и вам тяжело находиться в моменте, вы постоянно мысленно где-то там либо в будущем, либо в прошлом, никак не можете успокоить мысли, никак не можете побыть спокойно наедине с собой, то это 100% нужно практиковать, потому что в родах будет еще сложнее отключить все свои страхи, мысли, потому что физически действительно тебе сложно. И если ты не умеешь переносить вот этот фокус внимания с одного на другое и пытаться как-то мысленно все-таки расслабиться и абстрагироваться все-таки от этой боли, то будет тяжело. И тело, наоборот, будет как бы замыкаться, оно будет сопротивляться, оно будет сжиматься. И это все, конечно же, мешает рождению, мешает ребенку двигаться спокойно. Вот смотрите, какой у меня получился пласт бисквита, и в итоге мне не хватает на бортики. В этом рецепте у него есть бортики. У меня, получается, бортиков вообще почти нет. Кстати, я вам не сказала, что это вообще за книга, это книга Майкла Грегера «Не сдохни», называется, «100 рецептов в борьбе за жизнь». Его бестселлер, первая часть этой книги, точнее, не этой книги, а просто первая часть, называется просто «Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь», и она просто невероятно классная. Я вам очень-очень-очень рекомендую по чтению. То есть она не про рецепты, а она, в принципе, о питании, о новейших исследованиях, о том, как тот или иной продукт влияет на хронические заболевания. Он делится своим ежедневным списком, напротив которого прямо ставят галочки, что нужно съедать за день, сколько порций чего, чтобы всегда оставаться здоровым и профилактировать кучу-кучу-кучу-кучу-кучу заболеваний. Бисквит безумно вкусный. Я его откладываю сейчас в сторону и буду заниматься начинкой. А вот и наша начинка. Девочки, такой фейл произошел. Просто вы сейчас будете смеяться в голос, мне кажется. Я взяла диаметром форму чуть больше, чем нужно. Я не думала, что это настолько изменит ситуацию. Просто посмотрите на это. Как вам мой тортик высотой в сантиметр? Вот почему у меня бортики-то не получались, потому что диаметр намного больше, чем нужно. Ну, я не думала, что 3 сантиметра это так много значит. Но, в принципе, нас будет шестеро. Поэтому, если разделить торт на 6 частей, то будет у каждого широкий, но такой вот невысокий кусочек. Но самое главное, что я вам хочу сказать, что вот эта масса, это настолько вкусно, я просто не ожидала. Это кешью. Я не думала, что кешью может быть таким на вкус. Такое ощущение, что это что-то очень сливочное, как будто реально 33% сливки. Сейчас будет кропотливая работа. Я буду все эти ягодки вот так вот оформлять и убираю в холодильник. Я просто миссис удача. У меня голубика закончилась ровно на последнем, получается, круге. Но у меня была замороженная клубника, я вот так вот выложила ее лепесточками. И посередине как раз у меня будет свечка. Кстати, насчет свечки. Купила я ее в фикс-прайсе. Что это такое? Что это такое? Купила я ее в фикс-прайсе. И мне кажется, она безумно классная. Смотрите, мало того, что она сама по себе будет гореть, то есть она электрическая. И у нее сверху еще такое вот есть место для свечек. Получается, как раз сюда встанет цифра 1, и здесь еще будет свечка. На самом деле, меня уже успокоили. Уже Денис подошел, сказал, что хорошо. Мама подошла, сказала, что ладно, нормально. Я уже не так сильно расстраиваюсь, потому что в самом начале я, конечно, подумала, что я все буду переделывать и пойду в магазин за ягодами. Потому что они закончились. Теперь мне кажется, что он правда симпатичный. Поэтому я его ставлю в холодильник на всю ночь и пойду показывать вам, что у нас есть еще интересненького для завтрашнего дня. Итак, мы пришли в зал. Здесь Евина зона. Здесь мы поставим игрушки, шарики, все такое. А пока что это один из моих подарков Денису. Я буду говорить шепотом, потому что он в соседней комнате и может услышать. Это картина. Одна из наших фотографий из крайней фотосессии. Денис, я считаю, тоже сослуживает подарка, потому что он уже как год папа. И замечательно справляется с этой ролью. Именно поэтому его здесь еще ждет один подарочек. Самый лучший папа. Будет ходить в ней по дому и подтверждать то, что здесь написано. Я бегу показать еще один подарочек. Это такая лошадка-коняшка. Ее быстро достаточно собирать. Мне кажется, что Еве это немного рановато. Но, как там это говорится, лучше поздно, чем никогда, но это немного пора другое. Лучше рано, чем поздно? Лучше рано, чем поздно. А здесь еще стоит вигвам. Денис его будет собирать уже прямо в зале. И так пока наш пирожок спит, я покажу детально. Подарки. Обзор. Это такой бизи-борд. Бизи-кояс называется. Тут всякие такие штучки-дрючки. Занимательные для ребенка. Вообще, было бы логично, чтобы здесь было, например, зеркальце. Ребенок такой, оп, открывает, а там зеркало. Розетка, колесико, даже фонарик, который включается. Музыкальный этот ксилофон. Так любит вообще все, что связано с песенками. Это коляска такая. Она, правда, очень тяжело двигается. Возможно, Денис попробует сейчас чуть-чуть расслабить. И колеса будут легче двигаться. А может быть и нет. Она просто будет ее вот так двигать. Типа без колес. Там коняшка. И здесь два музыкальных таких агрегата. Очень, кстати, классные штуки. Удобные в путешествия с собой брать. Или на массаже, когда ребенок, например, нужно его быстро отвлечь чем-то. То вот такие вот телефончики и микрофончики. Это вообще вещь. Ева такие очень любит. У нас, наверное, их уже пять. Потому что везде там то батарейки повылетали. Ну, просто падает постоянно. Тут коробочка с маленькими фруктами и овощами. Которые удобно брать в ручку. Вот такой органайзер под нее. А, забыла, кстати, показать шары. На одном из них написано «Евочка». Два таких комплекта, что ли. Как это называется? Фонтан, вроде, по-научному. И единичка. Интересно, как вообще на это все отреагирует Ева. Но мне кажется, она заметит то, что что-то новое определенно. Ну и самая, конечно, неоправданная, наверное, вещь. Ну нет, она очень классная, но очень большая. Короче говоря, это домик, но мне кажется... Ну, бег вам. Мне кажется, Ева пока что это не очень оценит. Возможно. Может быть, это на более взрослый возраст. Я думала, что это придет явно меньше. Заказывали онлайн. Потихонечку это все нам приходило. О, здесь есть окошко. Привет. Все, этот момент настал. О, это понравилось. Это что такое, скажи? Это шарики. Шарики. С днем рождения, пирожок. С днем рождения, пирожок. И ты тоже, пацаны, с годиком папы. Самый лучший папа Это ты Спасибо Это не все Сюда загляни Буженький крошек Круто Я только думал, нам бы совес тоже повешать Да, вот сюда вот Покажи Еве, покажи Ева, это кто? Уже на переодевании произошло Это кто такой посерединке? Флот нашей любви, наш праздничный завтрак И для нее очень праздничный, потому что это опять гречка Но основное празднование у нас будет в обед Это тофу, овощи и гречка У Евы уже первый сон начался И у меня сейчас начнется урок По труду Я буду дооформлять альбом Я чувствую себя, знаете, как в школе Когда ты в последний день заполняешь дневник Потому что я весь год не могла Сделать фотографии Я их распечатала недавно И их нужно вклеить, потому что здесь очень прикольно По темам, по разным Сейчас что-нибудь покажу интересно Вот, например, моя первая неделя дома Вклейте мою фотографию Или вот, вклейте мою фотографию в первой обуви Поздравляем, любя С днём рождения С днём рождения Наша щёчка С днём рождения Днём рождения Днём рождения Днём рождения Давай килограммчик действуй Ева Сейчас будем делать Раз Двадц Три Ура Молодец Молодец Через четыре часа Через пять часов Через три часа Через четыре И Ева родилась Так, я скажу, у меня рождения У кого день рождения, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа не знаю на каком моменте я остановилась снимать влог дальше пошло все не по плану потому что много событий много гостей и мы вышли гулять на самом деле полдня прошло и у евы скоро будет второй сон мы окончательно поздравлялись пришли гости задули свечи сейчас мы пошли проветриться прогуляться в такой вот компании девочка солнце когда будешь смотреть это видео знаешь ты самая прекрасная девочка на этом свете помнишь как мы выбирали платье мне на свадьбу и я хотела купить маленькое платье девочки не девочки у меня сказала мне вам недавно ты прислали мне скоро год и вот это офигеть да какой хорошенький сегодня у нас вся квартира моих любимых цветах просто здесь стоит гортензия тут стоит кустовая роза и у нас в зале стоят пионы а кстати мама дениса из деревни посмотрите какой букетик милы привезла это лук они кстати тоже могут распуститься будет очень красивый букетик все я очень здорово конечно все подробно снимаю в кавычках все очень как-то насыщенно происходит у нас то гости меняются то проспать то пора есть но я думаю еве будет интересно посмотреть это видео увидеть себя такой маленькой кстати у нас все все впереди сейчас всего лишь три часа ева сейчас на дневном сне и в 3.30 у нас начнется фотосессия буквально часов может быть даже меньше прямо у нас дома такая знаете уютная милая очень домашняя фотосессия с шариками с игрушками вообще планировать конечно все это сделать на улице но погода у нас плюс 14 и кстати я вам не показала наш стол у нас сегодня был стол мы все уже съели на полу на балконе у нас стоит замечательно картошка это просто картофельное пюре с луком без молока также были моей мамы фирменные уже чечевичные котлеты если хотите рецепт то бегите ко мне в stories в instagram и тут как вы можете видеть был просто чан салата это был овощной салат с кучей семян заправленный оливковым маслом что насчет торта торт получился очень вкусным несмотря на такой вот внешний вид интересный всем понравился мне тоже понравился единственное я бы сделала в рецепте поменьше семечек потому что видите какой он маслянистый именно бисквит семечки дали свое масло и его слишком много как мне кажется пойдемте покажу как спит его лайфхаки от мамы смотрите как тебе кажется что это все знают и кто-то не знает вот кто знает скажите что не знаете значит как замораживать как нити томатную пасту когда большая банка нужно немножко всего лишь обычно да и обычно у столько банки остается и она все выбрасывается потом ну либо тухнет либо что-то нас не делать ее можно вот таким вот квадратиками хранить замораживать и нужно количество так доставать и поздравьте меня я закончила работать с этим альбомом решила вставить в первую страничку именно вот такую малышку малышку еву это просто третий день ее жизни как только мы принесли ее домой после выписки много таких интересных вопросов мне кажется интересно будет еве читать все это потом даже смотрите какая штука есть когда какой зуб прорезывался и тут по разным тематикам фотографии какие куда было уместно я прикрепляла моя первая одежда вот эти вот костюмчики маленькие евина первая обувь это вот буквально недавно в общем и гуляли ну и здесь прикольный просто разворот любые фотографии рандомные тут его ест йогурт здесь его плачет такое тоже может быть здесь его очень круто это все от пальчики маленькая шахеризады и осталась последняя фотография в клейте мою фотографию с первого дня рождения собственно когда фотографии после фотосессии будут готовы я сюда вклею ее самую классную фотографию в общем я очень рада альбом завершен к ощущению то что я на ком-то утреннике детском саду садите такое шарах розовое ждем фотографа и я на самом деле успеет но я думаю что мы может быть даже по фотографируем как она спит и как она просыпается потому что как раз уже будет время просыпаться посмотрим когда конечно отреагирует на камеру ну что у нас уже вечер вечерочек самом деле сегодня что-то происходит то ли с погодой то ли просто очень эмоциональный день вообще у нас у всех будит глава и как-то хочется мне на чего хочется не хотелось погулять на свежем воздухе и прямо долго погулять потому что Прям хочется разгрузить как-то голову. Но, может быть, действительно еще, потому что такой эмоциональный день. Знаете, мы сидели на карантине два месяца, ни с кем не виделись. И тут в один день просто все приехали. Еще и фотосессия, еще и постоянно там смена одежды. Еще и влог решила снимать в этот день. Молодец. Я, Вика, вообще молодец. Держится бодрячком, несмотря на вообще вот эту вот суматошную, достаточную атмосферу. Фотосессия уже прошла такая, она очень лайтовая. Я люблю, знаете, когда фотограф ловит момент, не заставляет тебя делать что-то неестественное для тебя. Потому что для всех, для нас, кто не является профессиональной моделью, для всех это небольшой стресс. Перед чужим человеком что-то кривляться на камеру, так встать, так встать. Потому что наедине с собой, с зеркалом, ты, конечно, все понимаешь и все прекрасно представляешь. А когда это фотограф, ты сразу такой, а что, как мне встать, типа вот так? Особенно, когда это с ребенком. Ребенок непредсказуемый, разумеется. И я очень люблю, когда фотограф ловит момент и просто сам передвигается, сам тобой управляет, если что, сам подстраивается максимально. Это прям очень круто и очень ценно. И 40 или 50 минут прошли просто незаметно. Кстати, самое, наверное, интересное, это то, что я все-таки сделала тот клип, фильм, маленький кусочек ролик. В общем, Еве на день рождения, и я вставлю его в конец этого видео. Это такая нарезка наших кадров, самых-самых... Да нет, наверное, не самых запоминающихся, потому что самые запоминающиеся мы вообще моменты не снимали. Типа, ты никогда не знаешь, когда ребенок первый раз пойдет, да, или когда он первый раз пополдет. Пусочки видео, которые мы снимали на протяжении этого года, начиная вот буквально с роддома и заканчивая двумя днями до годика. Так что я оставляю это видео вам посмотреть, и не знаю на самом деле, что еще сегодня буду снимать, может быть, уже ничего. И, наверное, в первую очередь обращаюсь к Еве, потому что все-таки это видео в первую очередь для тебя, наша дорогая дочь. Если ты... не если, а когда ты будешь смотреть это видео. Просто хочу сказать, что мы тебя очень сильно любим. И самое главное, мы надеемся, что ты сейчас счастлива, что улыбаешься. Ах, трогательный момент. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok